МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готово. Вот, увидите, наш флектоскоп будет не хуже немецкого. Появите, увидим. Корона. Фокусное расстояние у нас 300 метров, а у немцев 500. Николай Александрович! Николай Александрович! Ну, что за вас? Добрые вести. Николай Александрович, мы пробовали резонанс. Но мощность свободных вибраций совсем не та, что мы ожидали. Значит, надо пробовать еще, еще много-много раз. Наталья Семеновна, антигравитация – это не фантастика, а научная гипотеза, требующая лабораторного исследования. Идите, занимайтесь. Николай Александрович, мы вас ждем. Да. Там с этой станцией что-то не то. Что с этой станцией? Экспериментальная радио-метеостанция не то. Анна, вы же научный работник, вы должны изъясняться конкретно. Ну, и что тут у вас не то? Сигнала нет, кажется. Ой, ну, Алексей – человек молодой, но вы-то, Борис Самуилович, вы должны помнить, что говорил создатель радио Александр Степанович Попов. В любом радиоприповаре самое главное что? Контакт! Контакт, ясное дело. Ну, а тут у вас что? Напрочь перепутана полярность батареи анодного питания. Анодного? Анодного. Но я же не радиотехник. Так я тоже. Все радиотехники, они… они на фронте. О, Господи! Николай! Николай Александрович, как вы? Здравствуйте! Смотри на меня. Что в порядке? Что болит? Голова не кружится? Живо идем к врачу. Живо. Давай. Господи, не ушибся. Обопрись на меня. Оставь. Оставь, Александр. Совершенно в порядке. Да в каком же ты порядке, если ты в свои девяносто лет рискуешь без всякой на то необходимости, а? Сколько раз я тебе говорила, ты научный руководитель. Вот, руководи. А опытами пусть занимаются более молодые. Я тебя просил в Суи не упоминать о моем возрасте. Он здесь совершенно не при чем. Я… я полон сил и здоровья. Полон, полон, полон. Сейчас давление померяем и будешь полон. Я полон сил и здоровья от того, что не протираю брюки в своем кабинете. Я всегда в гуще событий. В гуще? В гуще? Ты у меня в такой гуще. Ох! А эти «Армс», автоматические радиометеосистемы, они крайне нужны фронтовой авиации. Я ни секунды не сомневаюсь. Перестань говорить со мной, как с ребенком. Ты понимаешь, что эти станции – это единственное, чем я могу помочь стране? Раз уж все мои предложения… Москвой игнорируются. Мондио, ну ты действительно у меня ребенок. Ну какой фронт в твоей едином истории? Опять? В твоем возрасте. Не утрируй, пожалуйста. Я хочу приносить пользу как ученый, а не как снайпер. Да и потом. Это было в прошлой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ученый Морозов? Да? Вы должны немедленно проехать со мной. Николай Александрович, простите. Я говорил им, но они... По какому вопросу? Да надолго. Не имею приказа распространяться. Собирайтесь, мы вас ждем. Ну зачем тебе этот мешок? На какой такой случай? Ну не могут же тебя посадить. Александр, родная моя, я 30 лет сидел по тюрьмам и слишком хорошо знаю сбыточность русской поговорки. От тюрьмы не зарекайся, даже если ты на сто процентов уверен в том, что ты ни в чем не виноват. Все шутишь? Да. Говорят, в Москве шумиха по делу о вредителях в реактивном НИИ-3. Его только не забирают. Так, ну а Николай Александрович здесь при чем? Нет, товарищи, не могут просто так забрать самого почетного академика СССР. Николай Александрович, как же так? Николай Александрович, как же так? Что это значит? Все же будет хорошо? А что за проводы? Как в последний путь? Нет, я еще живее всех живых. Продолжаем, продолжаем работать. Наталья Семеновна, возвращайтесь к вашим свободным вибрациям. А вы, Леша, развоните цепь на кололам. Хорошо? Работаем! Николай Александрович, если у вас снова из-за меня будут неприятности, пожалуйста, не надо бы меня больше защищать. Не беспокойтесь, вы ни в чем не виноваты. Продолжайте работать. Только я вас очень прошу, особое внимание уделите этому нашему последнему заказу. Этого ждет целый фронт. Возьми. Возьми. Да, мне кажется, я что-то забыла. Дальше не надо. Не будем их тревожить. Без сторон, все будет хорошо. Работаем, коллеги! То, что должно случиться, неизбежно случится. Корни всех совершающихся сейчас или еще только грядущих событий вросли глубоко в прошлое. И теперь, спустя два года, то время на Волховском фронте, мне кажется, видением. И почти невозможно поверить в то, что я, 60 лет назад, отказавшись от революционной борьбы и любого рода насилия, и став эволюционером, снова возьму в руки оружие. И в мою жизнь, посвященную одной лишь науке, вернутся кровь и человеческая гибель. Но такова воля судьбы, я всегда желал лишь приносить людям пользу. Бонум публикум. И, видимо, в тот момент это было наибольшей пользой, на которую способен ученый Морозов. Я это, извиняюсь, читал в «Красной звезде» про ваши достижения. Ну, про снайперские. Премного благодарен. Но по мне, так лучше бы в «Красной звезде» писали о новых моих достижениях. Ну, скажем, о новом скафандре, который позволяет человеку дышать в космическом пространстве. Как это? Цыц! Ну, зачем же вы так? Я понимаю, у вас приказ. Но он, наверное, касается только того дела, по которому вы меня сопровождаете. Но мы могли бы говорить о чем-нибудь другом. И вообще, нельзя же в самом деле молча ехать три часа или больше, потому что так судьба распроедет. Смотри, куда едешь, собачку! Ну, давай, давай, Сергей! Ну, давай! Да зря все это, товарищ Кафтан! Может, попробуем лебедку сделать, как товарищ академик предлагает? Нет, лебедка, лебедка – это слишком долго. Есть способ гораздо быстрее. Вот у вас тут парашютная стропа. Это то, что нужно, чтобы плечо силы «Ф» перетянуло в плечо силы «П». Чего? Ну, это простейшая механика, подвижный блок. Дорогой мой, вот закрепите этот конец, зато дерево. А вообще попрошу, товарищ капитан, почистить под этим колесом. Давай! Давай! Давай, давай, давай! Пошла, пошла! Все, все! Ну, не ожидал, товарищ ученый! Удивили! Ну, спасибо, поехали! Куда вы запропастились? Виноват, товарищ майор. Дороги возникли, не предвидим. Здравия желает, товарищ Морозов. Позвольте, помогу вам. Майор Глаченко, извините за неудобства, но дело срочное. Если можно, побыстрее, пожалуйста. Я ваши вещи возьму. Это ж... А вы ж что подумали, что вас... Капитан, ты что такого сказал товарищу почетному академику? Так ничего же, я не сказал. Так вроде же по реактивному делу... Не потому ж реактивному. По-другому. Я прошу прощения, товарищ Мороз. Мы потом разберемся. Сейчас пройдемте, нас ждет давно товарищ Шаховин. Вот там. Аиды самолетовый ДСРУ-1 с легкой установкой. И стану спрашивать, откуда вы знаете, но вообще-то это секретная информация. Нет, я понимаю. Держи. Нужно произвести облет вот этого квадрата. Распорим. Здравия желаю, товарищ народный комиссар. Приветствую вас, товарищ Морозов. Рад познакомиться лично. Здравствуйте, товарищ Шахурин. Тысячу извинений, что пришлось вас потревожить, но нам очень понадобилась ваша консультация. Тем более никто не пишет нам столько писем с идеями, как помочь фронту. Я всегда готов принести пользу. Достойно уважения. Ну что, к делу. Взгляните. Узнаете? Очень похоже на страницу из моей брошюры. Она была издана в Берлине в 1929 году, еще до нацистов. Так, так, ясно. А ведь это расчеты компонентов для ракетного топлива? Совершенно верно. Мы тогда очень много экспериментировали с Константином Дуарьевичем. С Иолковским. И с вашими учениками. Это же тогда вы предложили использовать жидкий кислород и спирт. Там были варианты и с углеводородными соединениями. А потом эти расчеты попали к немцам, и у них появилась баллистическая ракета. Вот вы к чему. Снова выплыл, извините за прямоту, этот абсурд с Сергеем Королевым, в который я и сейчас не верю, а тогда тем паче. История с арестом в июне 1938 года Сергея Павловича Королева и других конструкторов реактивного института наделала много шума. К тому, что в стране, пожалуй, впервые за ее многовековую историю вдруг объявилось столько шпионов, все уже как-то стали привыкать. Ну, чтобы столько предателей, ученых. Конечно, в научном сообществе никто не верил, что Королев враг и вредитель. Однако тут же нашлись те, кто рьяно бросился собирать подписи за его публичное осуждение. Прекратите гусарство, Морозов, и не хулиганьте. Я еще мог бы понять, если бы вам угрожали, если бы заставляли, но по личной халуйской инициативе шакалить вот с этим письмом, этой клеветой. Вы уверены, что Королев не виноват? Уверен, потому что я его знаю очень хорошо. Сергей Павлович начинал у меня твои вести акции. Королев – организатор контрреволюционной деятельности, ставший своей целью послабления оборонной мощи нашей страны в угоду фашистов. Королев – фашист. Это текст приговора советского суда. Это ошибка! Суды ошибаются тоже, даже наши, советские суды. Вы наговорили себе на приговор. А мне плевать. Мне поздно бояться. Я не позволю, чтобы вы с этой кляузой таскались по нашим выдающимся ученым и ставили их перед выбором. Вы с нами или против? Встаньте. Стоять! Я глубоко убежден, товарищ Шахурин, что если бы Королеву тогда зря не посадили? У нас никого зазря не сажают. Он бы непременно запустил баллистическую ракету еще до войны. Быстрее немцев. Но вы меня неверно поняли. Меня больше интересует не Королев, а другой ваш ученик, Шершеневский. Шершеневский? Александр Мяславович? А при чем здесь он? Я понимаю. Он сбежал в Германию осенью 37-го. Но вскоре он погиб там при каких-то испытаниях. А до этого работал с вами. Его жена до сих пор работает с вами. Ставьте, она здесь совершенно ни при чем. Но мы ведь точно... Однако ни ракетами, ни топливом я давно не занимаюсь. Чем я могу быть вам полезен, я не знаю. Видите ли, Николай Александрович, возможно, никакой связи с Шершеневским тут нет. Но вы только что упомянули баллистическую ракету немецкую. Видимо, имели в виду Фау-2. Фау-2. Оружие возмездия. Кое-что мне было известно. Я знал, что с марта 42-го немцы проводили испытания Фау-2 на специальном полигоне Пенемьюнде. И в случае успеха такие ракеты были способны стереть в прах многие города. Осенью 43-го полигон разбомбила британская авиация. Однако же вскоре появились слухи, будто германцы сумели спасти оборудование и вывести в такие места, где его меньше всего будут искать. Они продолжили испытания оружия возмездия. Если Гитлер его получит, он сможет кардинальным образом переломить нынешний ход войны. по последним донесениям нашей разведки этот секретный полигон может находиться в польских лесах. Ориентировочно под Краковом. Ну, а я зачем могу? Это дело военных или хотя бы тех, кто владеет актуальными знаниями. Тот же, извините, Королев. Зачем вы все время о Королеве? Все, что нужно, вы у него выяснили. Он сам вас рекомендовал. Гриша, оторви его на минутку. Однако же, я решительно не понимаю, при чем здесь Шашинист. Видите ли, Николай Александрович, дело в том, что он жив. Как жив? Да. И, похоже, находится на этом чертовом полигоне. Как же, я ведь читал про его гибель в немецкой газете. Да, но, видимо, немцы специально запустили эту легенду, чтобы засекретить его от нас. Интересно. О, Николай Александрович, дорогой. Сергей Павлович. Ну, как вы? Вот уж нечаян. Ну, что же, это здесь? Да вот, работает. Да, Сергей Павлович, у вас действительно очень много дел, а мы тут с Николаем Александровичем как раз обсуждаем наши дела с этим полигоном. Да-да, я в курсе. Но вы понимаете, что там много нюансов, в которых обычная разведка не разберется. И, как говорится, нужно везти по следу. Ну, положим, узкоколейку для подвоза ракет они смогут найти. Но там понять рельеф местности, особенность звука, падение деталей, тяни или просто от крылатых. опять же токсичность топлива в зоне испытаний. Да-да, много всего. Шершеневский. А он-то как поможет. Ежели Шершеневский действительно там, что это нам даст? Я ведь его полигоны в польских лесах прятать не учил. Ну, мало ли. Да это скорее просто зацепка. Все же у него морозовская школа. Книжка-то, я уверен, его. Может, как-то где-то сможет засветиться, а вы сразу определите, что это он. И он выведет нас на полигон. Прошу прощения, мне надо туда. В общем, Николай Александрович, если вы согласны, мы выделим для вас у нас все условия. Нет. У меня другую предложили. Товарищ Морозов. Так, точно. Старшин, откуда? За вами. Идите скорее за мной. Ну, и заждались же мы вас. Извините. Учитывая горький опыт предыдущих двух групп, высаживаться будете в этом квадрате, в районе Близянки. Далековато будет? Да, товарищ подполковник, от отряда далековато. Но, если ближе, слишком рискованно. Защитатель, товарищ командир. Да. Прибыл. Ага. Расчетите. Да, идите. Здравия желаю. Подполковник Полищук. Морозов Николай. Александрович, да-да, мне уже звонили, обо всем предупредили. Вот, товарищи, выдающий советский ученый, академик, революционер, сподвижник Владимирыча Ленина. Это лишнее. Майор Гулия. Здравия желаю, товарищ Морозов. Капитан Естафьев. Как раз командир той группы. У нас самые лучшие разведчики. Это точно. Да не может быть, заливаешься. Да что ты хочешь? После операции с эйфом фельдмаршала Кюхлера нас куда угодно могут закинуть. Да какой-нибудь булкинг, Дитлер. Так, так. Да ну, вот уж. А, а как мы панцирь Кампсваген, пушку на 75 ММА угадали здесь. Да, да. Так вот. Ну что, скоро? Чего не полустол, потому что жарим кинул. И что за форма одежды? Да ланьте. Чего не пехота? Слышь, А че это за дед там такой? Ну, парадный. Морозов. Морозов. Дед Морозов. Ну и опять же, скрупулезный опрос местного населения. Исходя из такого количества неопределенностей, я прихожу к выводу, что смогу принести полноценную пользу, только находясь на месте исследуемого объекта. Вы это серьезно? Совершенно верно. Я вполне серьезно предлагаю отправить меня вместе с группой. То есть как? Да нет. А вы понимаете, что нам придется прыгать с парашютом в полной темноте, ночью, в глубоком вражеском дылу? Вы парашют-то хоть раз живьем видели? Или только на картинках? Так, капитан. Осенью 1914 года мы с моим напарником фамилию его я, к сожалению, не могу вспомнить. Совершали перелет на аэростате из Петербурга. Не долетая верст сорока до Вологды, мы попали в страшную грозу. Отовсюду налетели вихревые клочья. Небо словно обернулось вверх дном и стало не разобрать, где земная твердь, а где небесная. Вскоре ураганом повредило оболочку нашего шара. Он стал стремительно падать, являя осознание полной безнадежности нашего положения. Паласт все, Николай Александрович! Это не спасло бы с такой-то оболочкой! Это ж сколько до земли! Я не могу знать! Альтиметру, похоже, конец! Да это нам конец! Оставьте панику! Еще же! Давайте клин клинам попробуем сделать из ворванной оболочки парашют. Это... Это как? Вы рубите центральные тросы, а я буду выпускать газ из клапана, чтобы сдуть шар. Тогда пока оболочки опустятся, центр уйдет вверх. Да! Понял! Давайте! Еще чуть-чуть! Отчего же? Отчего же? Я достаточно хорошо знаком с парашютом. Так, может, вы его и изобрели, товарищ ученый? Так, отставить, капитан! Ничего страшного. А парашют придумал Леонардо да Винчи еще в 15-м столетии. А современный, ранцевый парашют изобрел Глеб Евгеньевич Котельников. Замечательный актер, изобретатель. Я с ним, кстати, был очень даже дружен. И ему подсказал одну идею с отверстием для воздуха в центре купола. Я извиняюсь, Николай Александрович, время до отлета очень мало. А я бы хотел еще раз пройти по схеме. Ну, а как же мое... Так, об этом даже не может быть и речи. Мне Москва голову оторвет. Так что все остается по заранее обговоренному плану. Мы вам предоставляем нормальные условия. Вы спокойно получаете свои сводки. Ну, а дальше? Ну, да, заверши принимайте. Придет Морозовца, что думаете? Я вось думаю, даст вы моим диткам в гостинце на Новый Рик. А вот только после войны. Ну, какая вестика, родимая! Да я не про того. А про кого командир говорил? Ну, что с нами лететь собрался? Тю, да про сего жди, да чего ж думать? А вдруг он из органов. Может, проверяет нас? А, Радик? Нет, он не схож. Может, правда хотеть встрибнуть из парашюта? Еще одна? Ну, что, братцы, поконя? Тетяка, тетяка. Еще, ну, это для вас, асов, у два летающая этажерка. А как важный груз глубокий тыл доставить, так кого отправляют? В тыл? Куда? Ну, маршрут секретный. Только перед полетом дадут. Но куда-то в Польшу. Когда? Ночью. Ну, раз такая тайна, то значит, груз не бомбы. Значит, дедушка, вы чего-то ищете? Нет. Нет. Пожалуй, я уже нашел. Оксана, родная моя, ты знаешь, что ты вся моя жизнь. Но ты знаешь и то, что я живу, пока могу приносить пользу по всем своим силам. Они там, они там. Руку в район. Давай, давай, давай. следуйте за мной. Быстро, быстро. Вперед. Быстрей, пошли. Они там. Вперед. Нет, ну, тупо головы же, фрица. с тобой копались, потом терялись, пущатели поищем. тихо. там самый важный гонос, между прочим. Варина, и тебя рано толкаешь, и поворот снесет. Я теперь искать. Я же... Ну, дождь, чтоб она была искать. Рыбкин. Расководчики. Есть. тихо. День ра... Тихо. 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 Похоже. Добрый вечер. Все в порядку? Вроде. Ну что, идем? Фландир, требую передохнуть. Ай, брюхо. Что, истощилась молодежь? Вот доберемся до места, там отдыхать будем. Не, не, треба почекать. Пришел новый приказ. Не понял. Какой такой приказ? Приказ тут главный ждать еще людей. Каких людей? Ты что несешь? Откуда им взяться-то здесь? Я не знаю. Люди пришли на лесный аэродром и допроводить до ручей. Мы ждать. Ёлки народа. Ну и далеко этот твой ручейк. Не, не, не гадачку. Показывай. Ой, стоп. Вот там и костерок замастырим. В порчалке сбить. Да зараза вы, картоплю горячий, а? Городный сау тебе что, не устроит? Че ж браток, а бабы у вас отряды есть? Ну так. Лапкало. Шарипкин. Отставить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Снова здравствуйте! Вы? Ядреный макарон! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прошу меня извинить за доставленные неудобства. Неудобства? А вы понимаете, что своим появлением здесь вы срываете нам секретную операцию по поиску этого вашего полигона? Если он вообще не есть. Я понимаю, вам это видится самосбродством. Однако, поверьте, я поступил так исключительно для пользы дела. Да какой польз? А какой пользы вы сейчас налдычите? Вы что, не видите, здесь лес? Здесь немцы! Здесь Польша! Как вас вообще сюда завесло? Я случайно узнал, что сюда, в Польшу, для армии Людовой отправляется груз на бипланах У-2. Спасат. И убедил ваше командование подбросить меня. СМЕХАЕТСЯ Ну, дед дает. Да вы вообще кто такой? Кто вы такой? Вы себя со стороны-то видели? Вы что, известный коммунист? Или, может быть, вы академик? Так только мне на это наплевать. Послушайте, я не знаю вас как по имени учат, но от этой операции может зависеть исход войны. Я хотел бы сделать все от меня зависящее, чтобы помочь предотвратить эту катастрофическую угрозу. Но помочь я смогу только здесь. Я понимаю, вы переживаете за общее дело. Мне трудно сейчас вас в чем-то убедить. Но хоть убейте, я не могу поступить иначе. Мать честная, так вы что ли... Морозов? Прошу прощения. Да нет. Тот самый Морозов Николай Александрович. Ну? Народная воля, поп-гапон, кровавое воскресенье. Я же вас по истории партии изучал. Я же тоже большевик. Я прошу прощения, но нам потребно швидку идти. Одну минуту. Э, э, ты что думал, командир? Спокойно. Пошли. Командир. Командир. Вот. Видите, что здесь написано? Капитану Евстафьеву. С. Т. Наградное. Между прочим, командующий первым украинским фронтом генерал армии Ватутин вручал. Лично. А знаете за что? За то, что я команду собрал. Лучшую. Я ее два года собирал. И вот собрал. Вы не смотрите, что они такие. Они правда лучшие. Мы живем как единый механизм. Действуем как один. Думаем как один. Нам, чтобы друг друга понять, даже слова не нужны. Потому что есть правило. Правило, которым подчиняются все беспрекословно. Потому что разведчик – это как сапер. Одно неверное движение и нет тебя. И не только тебя нет. Но и проваленное дело. Важнейшее дело. Поэтому правило. И раз уж так вышло, что мы сейчас в одной с вами связке, то вы либо подчиняетесь правилам моим правилам. Либо... Я совершенно с вами согласен. Но... Но? Но никаких «но». Сергей Трофимович. Сергей Трофимович. Я полностью согласен с вами и с вашими правилами. Я рад, что вы меня услышали. Что, есть от них? Пока нет. Да рано же еще. Но связались из Москвы. Из наркомата. Не сам. А из канцелярии. Просили доложить, как расположили товарища почетного академика. Нет ли неудобств? Все-таки пожилой человек. Как? Вас просили. Но я поняла. Сказала, что на выезде. Он же сказал, что они... Что с Москвой все решу. Вот старый сумасброд. Что б его? А вот так? Вот. У нас означает «я все понял». Я все понял. О! Это, значит, я веду. Ну, то есть, беру инициативу на себя. Не-не-не. Вот. Так. Ага. Это, значит, вижу цель. Як подзорная труба. Да. А это, значит, не стрелять. Не стрелять. Я прошу прощения. Я не спросил, как ваше имя отчество. Фамилия Шарыткин. Имя Карл. Карл. Так хорошо. А, это Сашка Гопкала. Сашка. Гопкала. А, простите, вы? Ваше имя отчество. Тотар Петрович. Тотар Петрович. Тотар Петрович, у нас тоже профессор по радиотехнике. Да ладно. А фамилия? Тотар Петрович. У нас полдеревни таких. У них и деревня, Петрович. Это в Белоруссии. А, это... Радик Габиров. Очень приятно. Он у нас молчал. Хорошо. Я прошу прощения, Карл. А нельзя ли мне выделить какое-нибудь оружие? О, командир, нам бы оружие. А у нас тут не оружейный магазин. Лишнего нет. Так в грузовых же мешках, командир. А, для партизан. Конечно. Ну что ж, мы не видим, какой пистолет для такого человека. За рыбки. Не мути. Так он прав, командир. Каждому разведгруппе должны быть пословом такие правила. А вот у вас. Ладно. Выйдай ему. Так, что нам тут? Став, постов. Я, Игорь Александрович, выделим вам лучшую ретешку. Да мне бы карабин или ружье. Так пистолет или автомат? Пистолет-то куда с подручей? Автомат. Но дело в том, что на стрельбу влияет множество факторов. И атмосферное давление, и влажность, и ветер, и мороз, и даже отдача в плечо. Но все эти факторы лучше учитывать при стрельбе из ружья. Вот у вас. Короче. Хорош болтать. Что стали-то? Развели тут залпную трихомудию. Чего себе? Так я хочу сказать, что на свете много мирных изобретений, которым мы обязаны войне. В Соединенных Штатах во время Первой мировой открыли материал целлюкатона. Это целлюлозная вата, которая лучше, чем обыкновенная вата. И бинты впитывала человеческую кровь. Так вот, после войны из этого целлюкатона придумали делать что? Дамские прокладки. Видишь ты? Да. А что за такие дамские прокладки? Это я потом, потом объясню. Пред нами до урока. Трибнула очень осторожно. Мы его в этой ситуации. Я беру. Шарапки. Со мной. Петрович, за старшего, остаешься. Что вы ржете, идиоты? А не нужно было жрать эти польские грибы? А сейчас я сниму тебя в таком шикарном виде. И пошлю фото твоей любезной Гретхен. А я тогда набью тебе твою пухлую морду. А потом сделаю фото и отправлю Сталину. Может, он испугается и сдастся. Здесь кто-то есть. Нельзя их умустать. Вперёд. Я за поляру! Стрельник, я ранен. Сука! Ушел. И все-таки это было рискованно. Командир, такой ты иск. Отец разведки. Осторожность, ее мать. Матэй. Как просто. Нажим на тугой курок. Щелчок, краткий миг. И нет человека. Юсвитый акнекис. Кто распоряжается жизнью и смертью? Зачем было нужно вселенной рождать этого молодого немца? Тратить годы и силы для грядущих свершений? Если однажды посреди пустынной польской дороги его лишит всего этого русский старик, так мечтавший приносить человечеству только пользу. Возможно, этот немец и сам никого не убил, а лишь как и я, по чьей-то злой воле был брошен на войну, самое противоестественное проявление звериной человеческой природы. Николай Александрович, а все-таки как это стрелять? Ну, о науке. Не мути, Шарапкин. Один выстрел ни о чем не говорит. Я ось як меркую. Тут я к спорте. Калиталин-то нема. Так хоть ты шифор мы выучу, все одно бесполезно. Вы тут совершенно правы, Петр Петрович. Без таланта. Всякая наука бессильна. Вот так. Вот взять хотя бы спорт. Был у нас замечательный тяжелый атлет. Георгий Попов. Так он благодаря своему таланту поднимал штангу весом 80 килограммов. Фу, мать-юхать. Да, 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 да. Но потом его стали тренировать по науке. И в результате он стал поднимать штангу весом 108 килограммов. О-о-о. Пустите автоматы. На землю. Быстро. На землю. Живо. На землю. Бросай. Живо. Мы свои. Мы свои. Что вы творите? Мы свои. Не кричи. А эти-то не свои. А может немецкие? Командир, не треба. Договоримся. Так и есть. Мы не поляки. Но мы не немецкие. Мы советские. Они что, приняли нас за немцев? Кто это? Это краевцы. Польские партизаны. Только они антикоммунисты. Мы не ваши враги. Наш враг, как и ваш, это фашизм. Да, пока идет война, наши враги фашисты. Но когда война закончится, вы, коммунисты, будете нашими врагами. Больше не нужен коммунизм. Проверь, что там у них. Нет, это для наших. Послушайте. Гранаты. Боеприпасы. Рации. Все это очень нужно польским партизанам. Партизаны? Партизаны в Польше только мы. Армия Краевы. А все, кто с русскими, те коммунисты и идиоты. А ну-ка, успокойно всем! Или сейчас положим вас здесь, идилов-то! Посмотрели мы как кур, курвы! Ах ты, старый красный дьявол! Спокойно! Мы так перестреляем друг друга. И только немцы от этого выиграют. Хорошо. Мое предложение. Вы оставляете автоматы и мешки, а я вас отпускаю. Что он говорит? Он предлагает оставить наше оружие и мешок. Нет. Нет, так не будет. Каждый уйдет отсюда с тем, с чем пришел. Нет, нет. Всех вас тут-то убивают. Что ты попробуешь? Дернись, это труп. Каждая сторона должна уступить. Автоматы останутся у нас. Но вы можете взять десятую часть этого. Договорились? Сергей Трофимович, вы мудрый человек. Поверьте, это меньшее из долг. Хватит. Я сказал, хватит! Мы взяли только чекарабина. Доброе. Все. Десятая часть. Слушай, старый дед. Лучше тебе мне больше не попадаться. За мной! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сразу скажу, что мне с вами болтать не о чем. Меня вынуждают, сами знаете где. Так что давайте быстро. Чем мы можем вам помочь с вашим делом? Я кратко. Для того, чтобы уничтожить немецкий полигон, нам нужны его координаты. И по нашим данным, у вас есть там люди, которые могли бы помочь. Я выясню, но маловероятно. Мы не станем из-за такого рисковать своими людьми. Ну что, Николай Александрович, как и предполагали, уперся рогом. Только вы ему скажите, что это не его воля. Пусть сначала свяжется со своим штабом. Погодите, Сергей Трофимович. А вы сможете помочь переправить одного немца к нашим западным союзникам? Это еще сложнее. Каких союзников? Каких немцев? Вы о чем там ему говорите? Сергей Трофимович, не волнуйтесь. Все, как мы обсуждали. Пан Стефан, это очень нужно нашему общему делу в борьбе с фашизмом. Я сам решу, что мне делать. И не будут какие-то коммуники мне указывать. Мерзавец. Против меня можешь иметь что угодно, только не впутывай вечный счет и там, где не только тебе решать. Вы что, сдурили? Что вы себе позволяете? Заразы. Что ты там решишь? Решают в Москве, в Лондоне. А вы кто, партизаны? Где бы вы были, партизаны, если бы сами воевали с немцами? Если бы не было Красной Армии, и где вы будете? Когда эта армия скоро сюда привела, они с вами разговаривать не станут? И что будет с Польшей потом? Вас точно никто не спросит. Вы за войной-то ничего не решаете. А с миром и подавно. Уходим. Я все-таки надеюсь, что он поможет. Спокойно, братцы. Все решим. Вы сейчас что делать собираетесь? Как я говорил завтра, вернее, уже сегодня, я должен встретиться с тем человеком, и многое может решиться. Януш говорит, что лучше всего весь день побыть у него, у всех на виду. А сразу после доберусь до отряда. С Янушем я уже договорился. Добро. Добро. Поехать, дядка Николай. Прошу прощения, Януш, что, может, лезу не в свои дела, но о каких личных счетах вы говорили этому Стефану? Этот Стефан мой родной брат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Клодер. Все в порядке, Шарапкин. Что дальше? Деда нам одного оставлять никак нельзя. Надо поговорить с поляками. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Три кружки пива. Опять ты, старик? Что-то ты зачистил. Одной на войну в могиле, а все пьянствуешь. Эй, старик! Куда пошел? Мы шутим. Сидите. Ящик зубровки готов, господин офицер. Он там. Принести? Не стоит. Я сам. Я и так слишком рискую, поэтому давайте по-английски. вряд ли он его знает. У меня мало времени. Так что вот. То, что вам нужно. Остальное, схемы, расчеты, в общем, все о ракетной программе у меня есть. Но отдам я вам их только тогда, когда у вас будут какие-то гарантии для моей безопасности. Да. Эта информация — вопрос жизни и смерти. В ответ я даю вам слово. Гарантии уже есть. Я обо всем позаботился. Ваша жизнь в полной безопасности. Мы отвезем вас в безопасное место. Вы можете быть уверены, что с вами будет все в порядке. Вы можете быть полностью уверены, что с вами все будет в порядке. И можете доверять моему слову. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как это у вас всегда получалось? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, старый! Ну что там у тебя? Украл что-то? Ты мне не нравишься. Ну что ты там прячешь? Польскую водку? Да, водка. Там немецкая газета. Взял почитать. Ты знаешь немецкий? Да. Я учитель. Всего лишь учитель. Я вижу, у тебя на руке экзема. У меня есть уникальный рецепт. Ты сможешь вылечить экзему. Юрген, что он там тебе говорит? Погоди ты. Экзему? Что ты несешь, старик? Это невозможно. Это можно вылечить. Я дам тебе свой рецепт. Если захочешь. Он простой. Значит так. Берем резорцин, ацетон, фенол. Запиши мне. Хорошо. Запишу. Приходил Филипп. Едем сразу к замку. Ну, как скажете, Януш. Мы сделаем невозможное. И поможем вашему человеку. В ближайшее время через хозяина пивной придут инструкции. Ты же сам сказал, что ты здесь ничего не решаешь. В Лондоне решили, что координаты полигона действительно предназначаются вам. А вот все остальные документы по ракетной программе немцев ни в коем случае не должны попасть к коммунистам. Ничего личного. Веди их вниз. Не бойтесь. Мы вас выпустим чуть позже, чтобы вам не пришло в голову наделать глупостей. Ё-моё! Командир! Как я говорил. Ёлки народа! Попались как кролики и неразумные. Ну, что, МЦ? Они отобрали у меня документы по ракетной программе. Но тут вот кое-что есть. Координаты командного пункта. Это вот топливные запасы. Это сами ракеты. Пусковые остановки. В общем, кое-что есть. Ядрёны, макароны. Это всё ваш человек? Да. Скажите, как краёвцы могли узнать, что мы здесь окажемся? Филипп оказался с ними. Вот ты курва. Теперь понятно, откуда они узнали, что мы здесь. Да, на цех лехов никогда не можно поклассниться. Неправда. Не все пулять такие. Русские? Тоже бывают. Ладно вам, ладно. Надо скорее отсюда выбираться. Свежа мысля. Слушай, у нас тут было время всё обойти. Глухо, как в танке. Что вы там пилите? Это же на 200 лет, как у Дмонда Дантеса. А может быть, у вас будут какие-то другие идеи, Николай Александрович? Нет, пока. Надо подумать. Если это бывшее дворянское поместье, здесь могут остаться какие-то средства для обработки угодья. Поищем. Так я что-то где-то видел его. Да. Сейчас. Смотрите, что прошло. Вот. Извёздки, что ли? Ферно, Карл. Гидроокис. Кальция. Но тут, боюсь, она нам не поможет, эта смесь. О. А это что? Стойте. Фёдор Петрович, да вы наш спаситель. Это термист. Что? Мураль, не дремошь? Нет, это смесь алюминия и оксида железа. Его применяют для сварки. А здесь он, вероятно, для кузнечных дел. Спички есть? Конечно, надеюсь. А ещё нужно найти бумагу. И какую-нибудь полую трубу. Трубу нужно? Да. Да, сделай. И хорошо бы найти фольгу. Вот. Но где её тут найдёшь? Фольгу? Да. А вот немецкого... Чоколада. Доброе. О, е! Така пойдёт? Пойдёт. Ага. Так, нужно эту трубу забить термитом. Интересно. А из спичек мы сделаем запал. А зачем это всё? Слушайте, Карл, если вы всерьёз изучали мою биографию, вы должны были помнить, что моя революционная деятельность началась с терроризма. 25. Мне представлялось, что принести людям пользу в России возможно лишь с помощью революционного террора против властей. Да, пылкие юноши часто хотят изменить мир через разрушение и свержение. Оттого все террористы, бунтаре или смертники – сплошь молодые люди. Меня за это судьба жестоко побила. Однако же оставила исправлять грехи неистовой юности. А вот моего товарища Николая Кибальчича увлечение террором довело до роковой виселицы в 27 лет. А ведь он мог принести России неоценимую пользу, как большой учёный. Когда надзиратели вошли в камеру тюрьмы на Фонтанке, чтобы отвезти его на казнь, Николай Иванович всё ещё продолжал увлечённо чертить схему первого русского ракетного двигателя для космического аппарата. Вот что-то так. Выголоси в Винице жилы, я как раз на улице Кибальчича. А, Александр, я полагаю, что он и сам, сам предпочёл бы, чтобы улицы называли в честь учёного Кибальчича, а не революционера. Итак, братцы, чтобы расплавить килограмм железа, нужно 66 килокалорий тепловой энергии. А всего 100 граммов вот этого выделяют почти 80. Понятно, что? Только термит просто так не загорается, поэтому мы сделали переходную смесь. для этого мы сделали запал из серы и фольги. Понятно, да? Угу. Ну, а теперь, Карл, давайте, зажигайте, а вы все подальше отойдите подальше. Ну, давай, давай. Ну? С терроризма, говорите? Гори, гори, ясно, пока не погасло. Давай, давай, давай. Иди, молодец, молодец, Александр. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какой план в отряд? Да, только Николай Александрович, я думаю, сегодня у вас переночует, а завтра доставите. Да, чтоб там в лесу встретили. А мы сейчас выдвигаемся. Добро? Добро. Тихо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ КРИКИ КРИКИ Повечный с нами? Или, может, Николай Александровича на помощь позвать? Командир, если не хочешь меня обидеть, считай, что этого не слышал. Петрович, крайне справа. Понял. Николай Александрович, страхуйте. Три, два, раз, огонь! ВЫСТРЕЛЫ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Развяжите их! Соберите оружие! Живо! ВЫСТРЕЛЫ 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 Наслаждайся. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Документы. Немцы! Все в лес! Командир! Отставить лес! Все в машину! Петрович, за руль! ВЫСТРЕЛЫ 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 Огонь! Призвы! Огонь! ВЫСТРЕЛЫ 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 Эх, ты родины, ты милицы! Что у нас тут разогнается? Да так, так говорит, полет! Да так, так говорит, полет! Патроны просто так не жечь! Неизвестно, что еще потом будет! ВЫСТРЕЛЫ Стас, ложись! ВЫСТРЕЛЫ Здесь нету! А вот здесь! ВЫСТРЕЛЫ 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 Что, поворот? В нашей стороне! А дальше куда? ВЫСТРЕЛЫ 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 А ну, держись! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Да униись, дыханыя. ВЫСТРЕЛЫ 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 Нычie, нищie. Осторожней. Пребываюсь, оборженно так подоржем. Слева говоришь. Ну, тогда держись. Да мази, гаси, гаси. Я твой. Огонь! Умитесь, хлопцы! Да уж, если бы не носилки эти, бежать бы не точно с ноги. Мивал, пять минут! Носилки сюда! Я прошу простить меня, что заставил вас себя носить на себе. Ну, что поделаешь? Возраст. Александр, как эта конструкция называется? Это подвязка тасуки. Японское приспособление. Такие носилки, на них японские самураи своих друзей раненых носили на поле боя. Вот на этой штуке. Очень удобно. И прочно, и руки свободны. А можно разделить. Мы пойдем там, и вы там. Не, не вариант. Я уже думал, немцы нас догонят и перебьют поодиночке. Да и на лагерь бы фрицев не вывести. Все. Привал окончен. Леонид, давай. Стойте! А это что? Вот! Педрелый макаронок! Ты смотри! Ёлки-морота! Это же наши пулеметы Дегтярева. Да это же меняет все дело. Тихо! Немцы! Берем оружие и уходим! Живо! Живо, братцы! Давай-давай! тихо! Звучит вода! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Огонь. ВЫСТРЕЛ СТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ДЖАТКО МИКЛАВА Стой! ВЫСТРЕЛ ШЕЙСЕР 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 О, о! ДЖАТКО МИКЛАВА ХАХ ЕДУЛЯЛА ПОКАРУНА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕФАНЬЕ Я... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не, не, Стэфан! 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 Все, братцы, собираем оружие, кому чего нужно, только быстро! Петрович, сильно зацепило? Габиров, помоги! ПЕСНЯ 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 Ловко вы нашу машину на польских прикосали. ПЕСНЯ 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 Я опять пойду к Штейну. О, намучился я с этим ракетчиком. Ну так, без него к нам никак. А теперь ему точно крышка. Да, так-то оно так. Только чего душу оторвать? Я так думаю. Удастся нам спасти Шершеневского. Хорошо, но не получится. Все ж таки он предатель. Вот он ты. Чего, еще что ли? Вот тоже. Кому не имеется, тому и дается. Видишь ты? Дается. Скотал губище. А, мы все побачим, кого бы она выберет. Вот и побачил. Айрил Магис, Айрил Магис. Булся де себе бтлере. Гумер некий скартау, Айрилу себе бтлере. Айрил Магис. Бардо ладне. Лепши я до тебе. Я так хочу спробовать свежего башкирского меда. Неудобно, будто подглядываю. Николай Александрович, вас что-то сильно тревожит. Нет-нет. Впрочем, да. Только я не могу сейчас об этом рассказывать. Вы знаете, Шура, я вас слушал. И вот меня удивило такое быстрое переключение. С горе на радость. Я думаю, это бывает только в молодости. Вот они только что чуть не погибли. Да. И, наверное, видели последний вздох умирающего человека. И гнилые глазницы смерти. А сейчас? Страсть. Не признающая ни прошлого, ни будущего. Красиво и точно вы говорите. Все вроде так просто. А самой вот как-то до этого не додуматься. А... Не в молодости. Любовь. Она какая? Любовь. Каюсь. Я, который был способен часами декламировать практически по любому поводу, в тот момент не мог вымолвить и слова. Как описать музыку или счастье? Какими словами объяснить любовь? Тем паче любовь зрелую, когда уже нет ни бессонных ночей, ни головокружительной страсти, ни рвущегося из груди сердца. А есть лишь частичка высшей силы, соединяющей двух в одно целое. И сегодня точно так же, как и тысячи лет назад. Силы, которые невозможно объяснить законами человеческой науки. А стало быть, найти иное объяснение происхождения любви, кроме божественного. Именно эта сила позволяет нам оставаться вместе, даже если нас разделяют тысячи верст. Алекс! Алекс! В чем дело? Ты почему здесь ночуешь? Обиделся, что ли? Нет. Что ты? Просто работа навалилась. Извини, мне надо транспортный отдел. Да. Нигде не май! Я дам ушел, слушайте. Как пить да вместе? Ах ты же, елкина рота! Да когда же я наконец забуду из своей жизни этого Деда Морозова? Вот она, голубушка. Все знала и смолчала. Чего? А теперь шиш догонишь. Я и так раньше призналась. Николай Александрович сказал, что он дал честное слово, человеку не может его нарушить. А вам велел передать, что если все удачно сложится, он вас с Янушем сам попробует догнать там, ну, куда вам там нужно. Вот. А если нет, то вот. Зачем? Просит командование и правительство никого строго не наказывать. Меня видно. Пишут, что это его собственное безрассудное самоуправство. Елкина рота! Э! А вы куда собрались-то? Нагонять что ли? Откуда ж таки? Ага. Жизнь, что эта разведка вечно такая суетливая? Пан Миколай, вы все запомнили? Может, еще раз повторить? Нет, нет. Память у меня еще в порядке. Жешев, улица Вишневой, 3. Пароль, где здесь торгуют козьим молоком. Там пан Жешев, он все знает. Все верно. Только, пан Миколай, вы все-таки особо не надеетесь. Документы у нас в порядке, но полигон у нас никто близко не допустит. Я понимаю, но надеюсь на судьбу. Тормози. подойдите сюда. Документы. Живо разворачивайтесь. Ваши документы не позволяют вам находиться в этой зоне. уезжайте. Господа, господа, это очень важно. Позвольте, я вам все объясню. Ах, тебе непонятно, старик? Уходи. Пошел прочь. Отставить. Что вам сделал этот почтенный человек? Проводите его ко мне. Слушаюсь. Извините. Особая зона. Я думаю, что смогу вам помочь. Скажите, куда вам нужно. Господин офицер, это звучит невероятно. Но прошу мне поверить. Вашему инженеру угрожает опасность от партизан. Я могу его спасти, но для этого я сам должен быть на месте. Ну что вы, я прекрасно вас понимаю и с радостью вам помогу. Поехали. Садитесь, пожалуйста. В машину. Спасибо, господин офицер. КОНЕЦ 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 Вы? Как вы здесь? Кажется, я раскрыл твою тайну, Алекс. Правда, нужно состыковать некоторые детали на место и без глупостей. Я с тобой еще не решил. И если ты будешь хорошим мальчиком и честно расскажешь мне все, чего я еще не понимаю, возможно, я пожалею бедного, разочаровавшегося в жизни Алекса. Кто этот человек? Нам нужно срочно уходить. У вас же есть машина. С нами все будет в порядке. Я по пути все объясню. Собирайтесь, надо спешить. Еще немного и это место будет уничтожено. Они все вывозят. Кто? В Берлине получили информацию, что русские бронюхали про полигон. Пришел приказ все срочно перевезти. Все. Ракеты, топливо, пусковые установки. Все. Куда-то в другой район базирования, в Горную Австрию. Погрузка уже идет. Вот как. Но это невозможно допустить. Что же делать? Что же делать? Взорвать ракетную шахту? Нет. Затопить. Нет. Нужно как-то основательно повредить железнодорожное полотно, чтобы его не успели восстановить. Да. У вас есть допуск к оружейным складам? Только к ракетному топливу, но оно не взрывается. Так. Что? может, пороховые ракеты? Они, правда, малой мощности. Ксана, родная моя, ты знаешь, что ты вся моя жизнь. Но ты знаешь и то, что я живу, пока могу приносить пользу. Я улетаю на фронт. Важное государственное задание. Не стану скрывать рискованное. Если же со мной что-то случится, прошу тебя меня простить и... об идее-то звенит. Это их часовня за конюшней. Они же верят в то, что с ними Бог. Так, Александр, вступайте на конюшни и принесите мне мешок сена и каких-нибудь опилок. И затем обязательно жидкого ракетного кислорода. Зачем? Аспиран Шельшневский. Вам немцы промыли мозги, растворили их, как поляки растворяют менделеевскую водку. Это же классика. Сено с опилками превращает обыкновенный кислород в мощную взрывчатку. Оксиликвит. Оксиликвит, я помню, помню. С этим что делать? Я разберусь. Ступайте. А скажите, а много таких? Полный склад. Люди сотни лет, а в Китае так и тысячи, запускали в небо ракеты. Однако же никто не задумывался, почему они взлетают. И так было до начала двадцатого столетия, когда мой младший товарищ, но старший наставник Константин Эдуардович Циолковский вывел формулу зависимости скорости и продолжительности полета ракеты от выходящих из нее газов. Именно это открытие изменило мир, позволив в итоге превратить потешный или военный снаряд в транспортное космическое средство, которое способно летать практически бесконечно. А ведь началось все с обычных пороховых ракет. Тут, похоже, все чисто. Карл, как стой рука? Хорошо. Сейчас перенесем ракеты над резину, а потом я займусь сеной соломой. Это не маразм. Я, во всяком случае, отдаю себе отчет о том, что я делаю. Ой, я так боялся, что не хватит кислорода. Однако, однако все пропитал. А вот у этих двоих мы должны проверить документы. Господа, мы сможем вам чем-то помочь? Извините, господин капитан, но такой порядок. Я понимаю, но... Вы что же, господин капитан, не сказали им про сюрприз для командующего? В общем, я не могу всего рассказать, но если вы посмотрите на меня, господа, то можете догадаться. Итак, Санта-Николаус пропил Рождество и застрял в Польше. А теперь ему нужно, пусть и с опозданием, но добраться до родного отечества. Ну а господин капитан согласился побыть моим оленем. Пойдемте уже репетировать. Стоять! Я вас не знаю. Много вопросов, Фельфебель. Много вопросов. Стоять! Я вас не знаю. Я? Я же сказал, Санта! Я знаю его, господин Оберфельфебель. Это правда волшебник. Спасибо вам. Ваш подарок уже вовсю действует. Хорошо. Очень хорошо. Хайль Гитлер! 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 Он все равно заложит начальнику караула. Тем более, надо слышать. Вы займитесь дрезиной, а я ракетами. Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Стоять! Не двигаться! Не двигаться, я сказал. Покажи руки, Алекс! Связь я умею. Так. По моей команде бросай. Мешок на рельс, только обязательно на середину. Ну, вперед! Да. Вперед! Так. Сожигаем сопло. Держите на всякий случай. Найденные Александром пороховые ракеты, несомненно, были для нас большой удачей. Ведь силы, возникающие пригорение порохового заряда, способны унести ракету на десятки километров. А если не дать ракетам взлететь, то волей-неволей они превратятся в реактивный двигатель для нашей дрезины и унесут нас в дальнюю дальнюю. Порядок! Генеально придумали! Вручную мы бы не смогли разогнать дрезину до такой скорости и уйти от погони. Порядка! Время! Мем-ми! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вам, Александр, стыдно не знать, что Фридс Поппи, сын создателя одноименного автомобиля, еще в 29-м году проводил эксперименты с пороховыми ракетами и дрезиной. Правда, у него не очень это все получилось. Кстати, нам пора подумать о торможении, ведь нас там ждут минут через 15. Мы... Александр! То, что должно случиться, неизбежно случится. Все происходящее с нами сейчас предопределено нашим прошлым. Но это бремя прожитых дней за спиной словно весы. На одной чаше совершенное нами благо, на другой причиненный вред. Когда перевешивает плохое, ноша нашей жизни гнетет нас к земле, когда хорошее возносит к небу. И в зачет идет все. От спасения тонущего корабля до куска хлеба, поданного страждущим. От убийства тысяч невинных до случайной маленькой лжи. Но мы в ответе не только за состворенное зло, но и за добро, которое могли, но не сделали. Спешите приносить пользу. Бесполезная жизнь есть смерть, даже если вы живете в достатке и в удовольствиях. Все лучшее на земле создано людьми, старавшимися на благо других. Творите благо. Несите пользу в жизни людей. И тогда сами будете жить, а не проживать. Это, как говорили древние, робатум эст проверено. Моей жизнью. КРИКИ 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 Главное – служить людям. Редактор субтитров А.Семкин